В законопроекте, одобренном Мажелисом по вопросам защиты прав ребёнка, особое внимание уделено проблеме кибербуллинга. В связи с тем, что факты насилия среди несовершеннолетних не уменьшаются. В целях предупреждения о появлении буллинга законодательно закреплено понятие оскорбления и притеснения. Унижение личности чаще всего встречается в школах среди сверстников. Если факт оскорбления действительно имеет место, то все учащиеся сообщают об этой ситуации и создают все условия для оперативного и эффективного решения проблемы. Институт медиации как инструмент организации работы в борьбе с буллингом в образовательных учреждениях сформирован. В настоящее время в более чем трёхстах школах области работает школьная медиация. Её цель – создать безопасную среду, разрешить конфликт между несовершеннолетними. В прошлом году в регионе четыре подростка совершили самоубийство, десять пытались лишить себя жизни. Истории проявления буллинга немало. Одни имеют трагический конец, другие – благодаря своевременному вниманию, решаются положительно. Когда мой ребёнок в шестом классе перешёл в новую школу, дети стали его унижать. Моего ребёнка сверстники не приняли. В этот момент классный руководитель, как ответственный, вовремя заметил ситуацию и принял все меры для устранения издевательств. Он собрал детей и объяснил, что действия школьников были неправильными. В регионе установлены камеры наблюдения в 551 школе и 255 детских садах. На сегодняшний день в образовательных учреждениях работают 38 инспекторов ювенальной полиции. В прошлом и текущем учебном году фактов буллинга не зафиксировано, отмечают специалисты. Александра Гауэрт, Салтанат Бесенова, Дархан Мужубаев, Кокщик, Парад.